Уважаемый зритель! Для начала подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк! Спасибо! Сходняк в Ростове насчет Украины. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика не осталась без внимания криминальных авторитетов. Недавно в Ростове-на-Дону прошла сходка влиятельных криминальных лидеров и воров в законе, которые как раз и обсуждали вопрос о распределении зон влияния в ДНР. До гибели главы ДНР Александра Захарченко, криминальный мир как-то приспосабливался к ситуации в республике. Но после его гибели многое пошло не так, как хотелось бы авторитетам. Поэтому влиятельные авторитеты собрались на сходняк. На этой встрече присутствовали такие авторитетные личности, как Александр Батурин. Батура, был смотрящим по горловке и доверенным лицом украинского криминального авторитета Юрия Ванющенко, Юра Инакиевского, Армин Саркисян. С 2009 года также считался смотрящим за горловкой, Виталий Метла, депутат Народного Совета Республики, и Эдуард Асатриан, он же Эдик Аситрина, или Эдик Тбилисский, один из наиболее авторитетных воров России. От воровского мира Днепра на сходке присутствовали представители воров в законе Сергея Олейника, УМКО, который работает в тесной связке с крупным авторитетом Александром Накрешвили, Нарик, возглавляющим влиятельную преступную группировку Днепра, бывший Днепропетровск. Также здесь можно было заметить авторитетов из Донецка, которые до вооруженного конфликта в 2014 году крепко держали город в своих руках. Горы обсуждали выделение так называемых квот, передел и передачу имущества, а также контрабанду табака с фабрики Хамадей. Контроль над одним из крупнейших городов республики, Горловкой, было решено закрепить за ино-киевской группировкой людьми, представляющими интересы бизнесмена Рената Ахметова. Речь шла о машиноремонтном заводе, судя по всему, о Горловском машиностроительном заводе, и других крупных предприятиях, а также о поставках семечек, соли, продуктов питания, идущих со стороны Украины через Горловку. Украинский криминальный мир, а также представители криминального мира самопровозглашенных республик должны обеспечивать безопасность существования и процветания незаконного бизнеса на территории ДНР или НР. Также утверждается, что ростовская сторона взяла на себя обеспечение транспортировки и безопасности логистики. Украинские воры обязались обеспечивать работу силовых структур Украины в пользу группировок. Кроме того, по ту сторону границы займутся технической частью перевозок и их финансированием. В середине сентября сообщалось, что воровской общак, изъятый в сентябре 2017 года в ходе полицейской операции в Одессе, был возвращен владельцу, одному из старейших воров в законе Украины Владимиру Дребному, известному в криминальных кругах как Полтава. Подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк. Спасибо. Спасибо.